Это спортивное известие в студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте и сегодня у нас в гостях мастер спорта Украины международного класса по тэквондо ВТФ, серебряный призер юношеских олимпийских игр, призер чемпионата Европы и всемирной универсиады Денис Варановский. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Прошлый год, наверное, стал одним из лучших в вашей карьере. Вы были сначала бронзовым призером всемирной универсиады, затем заняли третье место на экстра чемпионате Европы. Вот из этих двух наград какая для вас получилась более ценная? Они как бы равносильно ценные. Единственное, что медаль с экстра Европы позволила стать одним из ведущих спортсменов Украины, что дало возможность быть одним из претендентов на участие в Олимпиаде от Украины на квалификации. Отдельно в вашей карьере можно отметить юношеские олимпийские игры 2014 года. Вы были серебряным призером этих игр. Вот чем запомнилась та вот Олимпиада и думаете, за счет чего удалось тогда достичь такого успеха? Мы очень много готовились. Тогда еще меня тренировала тренер Ангелина Владимировна Гогущенко. Мы очень много готовились. На это ушло, наверное, больше чем полтора года такой уверенной подготовки. Поэтому там был закономерный результат. Запомнилось очень много, потому что первый такой турнир, при котором формат соревнований абсолютно меняется. Олимпийская деревня. Ну и сам уровень соревнований очень высокий. Это совсем другой формат соревнований, который вот так обычному спортсмену не доводится увидеть. Если вернуться к прошлому сезону, в 2019 году вы стали лучшим фэквондистом Украины. Вот что для вас значит еще такое признание? Ну очень приятно видеть, когда твои результаты видят другие. То есть было очень приятно. Конечно, чувствуешь гордость. Немного хочется работать больше. То есть мотивация появляется. Но в принципе не сильно жадный к таким наградам. Поэтому просто будем работать дальше в своем темпе. Вы являетесь сейчас еще кандидатом на участие в Олимпийские игры. Какой вообще критерий отбора? Что нужно сделать? Что нужно выполнить, чтобы попасть на Олимпийские игры уже следующего года? Ну было два варианта. Либо проходить по Олимпийскому рейтингу, который практически тяжело догнать с нуля. Особенно с учетом травмы не успевал бы догнать. И сейчас основной критерий отбора это квалификационные турниры. То есть, грубо говоря, чемпионат Европы, по которому отбираются лучшие спортсмены для участия в Олимпиаде. Пока мне ничего не говорили. Но пока я являюсь одним из четырех претендентов, которые должны будут участвовать в этом турнире. И в этом турнире уже решится судьба, едем или не едем. В каком возрасте вообще начали заниматься тэквондо и чем привлек вас этот вид спорта, чтобы вы в нем остались? Меня отвели в первый раз в 6 лет. Тогда отец был инициатором в том, что идти именно в этот вид спорта, именно в тэквондо ВТФ. Он занимался долгое время, поэтому и сам решил меня пустить по этой тропе. Спорт очень интересный, команда попалась хорошая и тренер был очень хорошим. Какие наиболее ценные советы вы от ваших наставников получили? Сейчас у меня два тренера, которые делают основную работу. Это Андрей Васильевич Долгополов и Виктор Иванович Шевченко. Вот с ними в основном и работаем. По советам тяжело сказать. Вот Виктор Иванович, основной совет это всему свое время, что надо готовиться и быть готовым выполнить результаты. Андрей Васильевич всегда говорил, что надо во время боя и по жизни быть холодным и собранным, чтобы трезво оценивать ситуацию. Вы и сами уже тренируете детей. А как вообще возник такой вариант, что являясь действующим спортсменом, вы еще и стали тренером? В 17 лет я получил травму, поэтому тренироваться по состоянию здоровья я не мог, а оставаться в спорте хотелось. Поэтому я остался в роли тренера, начал тренировать детей, было очень интересно работать, видеть, как они растут. Поэтому на тот момент стал тренером. Здоровье не позволяло быть спортсменом. Потом подлечился и вернулся в спорт. А бросать тренерскую деятельность уже как бы невозможно. Тренерская деятельность сейчас помогает, когда вы вернулись в большой спорт? Мне кажется, что да, потому что тренеры, спортсмены видят ситуации по-разному. Иногда зрение тренера помогает увидеть те ситуации, которые обычному спортсмену, не тренеру тяжело понять или увидеть. Мне кажется, что тренерская деятельность в этом плане сильно помогает. В Харькове тэквондо ВТФ всегда была на ведущих ролях. Здесь много турниров крупных проходит и всегда были сильные спортсмены. А вот если в целом в Украине, какие позиции занимает Олимпийская тэквондо? В Украине очень сильно, много сильных спортсменов из разных областей. Поэтому есть надежда на то, что будет много спортсменов, которые дадут хороший результат. В этом плане, наверное, хорошую работу делает наша федерация, которая позволяет тренировать хороших спортсменов в разных областях. Даже иногда областей, которые, например, 6-8 лет назад не показывали никакого результата, сейчас имеют топовых спортсменов. А чемпионаты Украины сколько собирают участников сейчас? Насколько они получаются масштабные? У нас сейчас такой формат проведения чемпионатов Украины, что называется фестиваль тэквондо. Собираются сразу чемпионаты Украины со всех возрастов. То есть кадеты, дети, юноши, собираются очень много людей. Больше, наверное, чем 600 участников, иногда больше тысячи проводятся соревнования всю неделю. Как бы соревнования очень длинные, насыщенные. Можно увидеть прям рост тэквондо, потому что ты видишь и спортсменов 6 лет, и спортсменов уже таких, как я, которым за 20. Когда турнир вот такой насыщенный, много соперников, как правильно силы распределить, чтобы хватило на всю турнирную дистанцию? Тут зависит больше от количества и качества соперников. Ну, в любом случае, спорт учит тому, чтобы быть максимально экономичным на протяжении более долгого времени. Приходится рассчитывать свои силы. Денис, какие еще цели и задачи ставите перед собой в большом спорте, чего еще хотите достичь? Я, конечно, хочу попасть на Олимпиаду, хочу дойти до максимальной вершины, которая возможна. Да, возможно, первое место будет тяжело получить, даже, наверное, практически невозможно с тем уровнем спортсменов в мировом рейтинге. Но я думаю, надеюсь, медаль зацепится. Будем надеяться, что на Олимпиаду попаду. А там постараюсь как можно дольше оставаться хорошим спортсменом и подтягивать, в принципе, пытаться подтягивать с собой вид спорта. Ну что, Денис, спасибо вам за эту интересную беседу. Успехов вам и новых свершений. Спасибо и вам. Спасибо и вам за внимание, успехов и будьте здоровы.